Переходят на зимний режим. Это первые старты сезона по спортивному туризму, который проводится не на открытом воздухе, а в помещении. Но это нисколько не мешает юношам и девушкам. Зал оборудован всем необходимым инвентарем. Давай, 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 давай! Состязания проводятся в трех дисциплинах. На каждой дистанции спортсмены должны преодолеть те или иные препятствия. Сами соревнования направлены на отработку различных технических приемов, которые могут понадобиться в реальном походе. Здесь ребята и на скорость, и на правильность, и на безопасность именно отрабатывают элементы преодоления препятствий различных. Ну и соревновательный момент всегда есть. То есть здесь по два человека сейчас будут забегать. Такой спортивный азарт. Ну здесь у нас шесть этапов, которые нужно преодолеть максимально быстро и правильно. Естественно, соблюдая все меры безопасности. Выбор дистанции зависит от уровня подготовки спортсмена. Ну смотря на кого. Кто новенький, для них может быть будет тяжело. Кто больше занимается, для них будет легче. А ты уже опытный спортсмен? Ну, не очень. А вот у Артема Рожкова опыта побольше. Молодой человек занимается спортивным туризмом 9 лет. Он один из самых опытных атлетов. Поэтому на дистанцию выходит в числе первых. Для меня это уже часть жизни, туризм. Занимаюсь потому, что это, ну как минимум, это спорт. И очень активный спорт, разнообразный. Приходится думать, бегать. Если что-то пойдет не так, обязательно надо придумать, как выбираться. Ну и вообще, как бы, такие мероприятия, они сближают нас. Сейчас видишь много друзей, много знакомых. И приятно просто здесь находиться. Не страшно? Довольно высоко все-таки. Ну да, в первые разы всегда было страшно, непривычно. Но со временем уже начинаешь получать удовольствие от этого, от этого, ну небольшой адреналин. Соревнования посвятили памяти Александра Селюкина, который погиб в 2010 году. Он был одним из первых кандидатов в мастера спорта по этому виду в Пензенской области.